Я хотел бы поприветствовать участников открытия, виртуального открытия, настоящей подлинной выставки Бориса Эйфана в музее архитектурной графики, организованной в Берлине. Этот архитектор Борис Эйфан, безусловно, принадлежит кругу наиболее крупных зодчих Европы и мира первой половины середины XX века. Вместе с тем, это архитектор, который служил прежде всего идеологии и режиму. И в этом смысле он остается ярким представителем того типа зодчих, которые используют уже наработанные известные формы для того, чтобы создать некое архитектурное оформление этого режима, этой идеологии, этой той или иной страны. В данном случае Борис Эйфан служил, безусловно, Сталину, коммунистической идеологии и коммунистической большевистской России. На пути архитектурного оформления этой страны и этого режима, безусловно, он был одним из самых крупных персонажей, которые сумели создать мечту в виде Дворца Советов. Временное оформление этого режима в виде летящих павильонов Парижской и Нью-Йоркской всемирных выставок. И построить довольно много значительных сооружений, которые украсили столицу, прежде всего столицу Советской России, Москву. Ну, путь Эйфана великолепен, по крайней мере, в первой половине его жизни. Он учится в Италии, переполняется духом этой великой и культурной страны, привозит этот дух в социалистическую Россию в 20-х годах. После того, как он стал действующим, успешным архитектором в Италии, он делается не менее успешным архитектором в Советской России и работает как в неоклассическом, так и в конструктивистском стиле. Но самая вершина его творчества – это, конечно, начало 30-х и, может быть, все 30-е годы, когда он чувствует волю вождя, когда он буквально подсказывает вождю некие пространственные решения. И на этом фоне Дворец Советов, как несостоявшаяся, но, по крайней мере, визуализированная в графике мечта, остается одним из важнейших зданий всей истории культуры, не только России, но и всего мира. Не всегда с положительным знаком, но всегда с ярким оформлением и заставляющим думать о свободе творчества, о творчестве, если не подавленном, то поставленном в услужение к чему-то, какой-то идее. Это всегда очень ярко, у Иофана, по крайней мере, это великолепно. Выставка построена на графической коллекции, полученной фондом Сергея Чобан в недавнее время. Мы постарались отразить наиболее полно все, что есть в коллекции и проследить наиболее полно жизненный путь Иофана в художественном его оформлении. Без помощи Сергея Чобана этой выставки не было. Хочу поблагодарить всю команду музея и отдельно Максима Шульца, помогавшего мне в это непростое время в оформлении выставки. Надеюсь, что эта выставка послужит усилению интереса и к русской и советской архитектуре, и к монументальной и яркой фигуре самого Бориса Иофана.